Венди учитель рисования. Сегодня утром кто-то разыграл ее намазов клеем ее кофейную кружку. Она задает вопросы трем подозреваемым. Билл говорит, я этого не делал, я был слишком занят рисуя эти прекрасные цветы. Джейсон говорит, я проспал и пришел в студию позже вас. А Зара говорит, зачем мне это делать? Вы мой любимый учитель. Кто это сделал? Это была Зара. Видите клей, карандаш у нее в кармане? Венди дает задание своим ученикам и уходит из студии. Через некоторое время она возвращается и видит картину. Она говорит, вау, кто написал этот шедевр? Трое студентов объявляют себя авторами картины. Можете понять, кто из них говорит правду? Чтобы разгадать эту загадку, мы должны взглянуть на их палитры. Только у этого студента все цвета соответствуют картинам. Венди выходит на улицу, чтобы купить еду на обед. Вдруг она видит лежащего на земле велосипедиста. Можете догадаться, что здесь произошло? На самом деле машина врезалась в бутылку с кетчупом. Велосипедист просто упал рядом и испачкался. Венди получает посылку. Три одинаковые коробки с художественными принадлежностями. Все коробки маркированы неправильно. Венди нужно правильно маркировать коробки, открыв только одну из них. Сможете ей помочь? Поскольку все три коробки неправильно подписаны, Венди должна открыть третью коробку. Если в ней окажутся краски, то в первой коробке будут кисти, а во второй краски и кисти. А если она найдет в третьей коробке кисти, то в первой будут и краски и кисти, а во второй только краски. Курьер выходит на улицу и кричит «Эй, вызовите полицию! Кто-то украл мою машину!» Полиция начинает расследование и находит трех подозреваемых. Один из них — угонщик. Можете сказать, кто? Первый парень просто красит свой забор, а третий — садовник. Но второй парень прячет отмычку в кармане рубашки. Значит, угонщик он. Венди приходит на вечеринку в честь Хэллоуина. Трое парней приглашает ее на танец, но один из них — оборотень. Сможете ли вы его вычислить? Первый парень просто одет в костюм оборотня. У второго есть несколько царапин, но это ничего не доказывает. А вот у третьего — настоящий волчий хвост. После вечеринки Венди просыпается в камере, сделанной из-за льда. У нее есть только кирка. Тем временем ее лучший друг Зак заперт в той же камере с дрелью. Вы уже знаете, кому из них удастся сбежать? Венди. Зак не сможет пользоваться дрелью без электричества. На следующий день Венди приходит в художественную студию. Она оставляет кофе на столе и идет в туалет. Вернувшись, Венди обнаруживает, что кто-то выпил ее напиток. Она проверяет поверхность чашки на наличие отпечатков пальцев, но находит только свои собственные. Венди опрашивает трех подозреваемых среди студентов. Блэр говорит, извините, я омыла щетки в раковине, я не смотрела на ваш стол. Джейсон говорит, я не люблю кофе, и кроме того я снимал видео для своих подписчиков. А Робин говорит, я переодевалась в подсобке, чтобы быть моделью в портретном классе. Ну что, сможете распознать похитителя? Это был Джейсон. Посмотрите на его задний карман. Он прячет резиновые перчатки. Вот почему он не оставил отпечатков пальцев. Венди позвонили с неприятной новостью. Кто-то украл картины из ее галереи. Венди допрашивает трех подозреваемых среди посетителей. Сара говорит, я пришла сюда, чтобы купить ваши картины, но когда я вошла в галерею, стены были пусты. Джилл говорит, я слепла семь лет назад, поэтому я ничего не видела. Я зашла в галерею только для того, чтобы воспользоваться туалетом. А Роберт говорит, зачем мне грабить это место? Я главный инвестор. Кто лжет? Джилл, если она действительно слепая, зачем она взяла с собой фотоаппарат? Венди проводит вступительные экзамены для студентов-художников. Один из этих трех художников – левша. Можете догадаться, кто? Это третий парень. Левшам проще держать палитру в правой руке, а рисовать левой. Таким образом, левая рука работает, а правая остается неподвижной. Во время экзаменов парню по имени Бобби становится плохо, и он падает в обморок. Венди вызывает скорую помощь и едет с ним в больницу. Она только что познакомилась с Бобби, поэтому не знает его родственников. Но все же Венди удается сразу заметить его жену в больнице. А вы ее видите? Это первая леди. У них с Бобби одинаковые татуировки, а у третьей леди похожая родинка на щеке, так что она, вероятно, сестра Бобби. Врачи подозревают отравление, поэтому они оставляют Бобби в больнице, чтобы сделать анализы. Тем временем Венди возвращается в студию и задает вопросы трем свидетелям из числа тех, кто сдавал экзамены. Шейла говорит, Бобби изначально плохо выглядел, и это неудивительно. Все были в стрессе во время экзаменов. Сэм говорит, я понятия не имею, кто его отравил, но у этого человека нет совести. Аксовье говорит, я думаю, Бобби просто притворяется больным, чтобы его приняли из жалости. На следующий день Бобби звонит Венди с результатами анализов. Его действительно отравили. Венди сразу же звонит полицейским, и они арестовывают одного из свидетелей. Можете догадаться, кого и почему. Полиция арестовала Сэма. Он узнал о Яде до того, как были готовы результаты теста. На следующее утро Венди входит в студию и видит, что кто-то оставил после себя беспорядок. Холсты порваны, краски разлиты по всему полу. Можете ли вы сосчитать все кисти в этой комнате? Их 13. Что насчет стеклянных банок? Можете сосчитать их точное количество? В студии 8 стеклянных банок, включая разбитую. Венди спрашивает трех своих учеников, кто виноват в этом беспорядке. Нина отвечает, я думаю, это Дэвид. Он никогда не моет руки и не стирает одежду. Он такой чудак. Дэвид говорит, это была Нина. Она просто завидует, потому что ее картины не отобрали для художественной выставки. А Эмбер говорит, я не знаю, кто это сделал. Вчера я плохо себя чувствовала и осталась дома. Кто виноват в беспорядке? Взгляните на рамы для холстов. Все они подписаны. На единственном холсте, который не был разорван, стоит имя Дэвида. Это он устроил беспорядок и испортил работы конкурентов. Венди ведет своих учеников в парк на занятия по планеру. Вы видите здесь что-нибудь странное? Это яблоня. Но почему под ней так много апельсинов? Два студента нарисовали почти одинаковые картины. Можете помочь Венди найти три отличия? Вот они. А как насчет этих портретов? Можете найти три отличия? Ну что, вы справились? После занятия Венди хочет выйти из парка и теряется. Она попадает в запутанный лабиринт. Можете помочь ей найти выход? Только первый путь правильный. По дороге домой Венди заходит в супермаркет. Сможете пересчитать здесь все кактусы? Их шесть. Кто-то разбил самую дорогую машину на парковке возле жилого дома Венди. Полиция допрашивает трех свидетелей, чтобы выяснить, кто виновен. Карл говорит, это моя машина. Я припарковал ее, как обычно, и пошел домой. Венди разбудила меня своим звонком. Джия говорит, я занималась йогой в студии неподалеку. Эта машина принадлежит моему бывшему парню Карлу. Жаль, он любил эту машину больше, чем меня. А Питер говорит, Карл мой сосед. Но он не мой друг, если вы понимаете, о чем я. Я работал весь день и только что приехал. Кто разбил машину Карла? Это была Джия. Она прячет бейсбольную биту в своем коврике для йоги. Вы только посмотрите. Машина врезалась прямо в окно ресторана. Детектив Харрис приехал расследовать это дело. Есть два подозреваемых. Джули и Дуглас. Но каждый из них утверждает, что это сделал другой человек. Сможете помочь детективу выяснить, кто лжет? Это Джули. Следы шин на земле принадлежат ее машине. Адам ехал домой поздно вечером и заметил, что у него скоро закончится бензин. Он остановился на заправке, чтобы заправить бак и купить что-нибудь поесть. Внутри находились кассир и еще один покупатель, одетый в черное. Когда Адам подошел к кассе, чтобы заплатить, сотрудница сказала ему 5 долларов 5 центов. Адам заплатил, вышел на улицу и позвонил в полицию, чтобы сообщить о чрезвычайной ситуации. Почему он это сделал? Кассовый аппарат показал 18 долларов 35 центов. Но кассир сказала 5 долларов 5 центов, что выглядит как СОС. Детектив Харрис шел по улице и услышал какой-то шум. Он решил проверить, что произошло. Оказалось, что какой-то мужчина схватил сумку пожилой женщины и убежал. Детектив побежал в том направлении, которое ему указали свидетели. Свернув за угол, он увидел три двери. Он постучал в первую. Открыл хозяин квартиры, Патрик. Мужчина сказал детективу, что только что вернулся с длительной пробежки. Другой мужчина, Джерри, открыл вторую дверь. Он сказал, что играл в баскетбол за домом. Третья квартира принадлежала Раймонду, музыканту. Он только что закончил сочинять новое музыкальное произведение. Поговорив со всеми этими людьми, детектив Харрис понял, кто был преступником. А вы догадались? Грабитель Джерри. Он утверждал, что играл в баскетбол. Но во время разговора с детективом в руках у него был футбольный мяч. Сара и ее сестра Мэри делали покупки. Когда они выходили из продуктового магазина, Сара указала на молодого человека и воскликнула. «Смотри, там мой племянник!» Ее сестра ответила, «Ну да, но это не мой племянник!» Как такое возможно? Этот молодой человек – сын Мэри. Джема вернулась из Азии и привезла ценную фарфоровую статуэтку. Она устроила вечеринку и пригласила всех своих друзей, чтобы рассказать им о путешествии. Они отлично провели время. Но когда друзья ушли, девушка поняла, что статуэтка исчезла. Она позвонила в полицию и показала фотографии, сделанные на вечеринке. Один из полицейских сразу понял, кто украл фигурку. Вы тоже это поняли? Вот эта девушка. Она спрятала фигурку под шляпой. В 9 утра Итану позвонил его друг, владелец крупного бизнеса. Он сказал, что из его офиса пропал очень важный документ. Накануне вечером он лежал на столе. Но теперь его нигде не было. Итан немедленно приехал туда, чтобы опросить сотрудников своего друга. Вскоре у него появилось трое подозреваемых. Уолт рассказал, что предыдущий вечер провел в кино. Джоанна ужинала с друзьями, а Зак посетил художественную галерею. Итан тут же понял, кто лжет. А вы догадались? Это Уолтер. Его билет не разорван. Значит, он так и не вошел в кинозал. Итак, следующее испытание для вас. Посмотрите на этих трех мужчин. Они находятся в аэропорту. Кто из них женат? Все эти мужчины держат в руках паспорта и билеты. Ни на одном из них нет обручального кольца. Но обратите внимание на мужчину, сидящего на скамейке. На его билете написано «семейная скидка». Значит, он женат. Внимательно посмотрите на эту картинку. Вам ничего не кажется странным? Сейчас зима, но вокруг снеговика летают бабочки. Теперь попробуйте понять, что не так с этим изображением. На этот раз проблема в снеговике. Вместо морковки у него нос из брокколи. И последнее изображение для критического анализа. Зачем парню нужны лыжные палки, если он собирается кататься на сноуборде? Маркус очнулся в темном подвале, где на столе горела всего одна сноуборда. Он увидел три двери в одной из стен и три ключа, лежащие на столе. Сколько попыток понадобится парню, чтобы подобрать ключ к каждой двери? Ему понадобится максимум шесть попыток. Три из них для первого ключа. Две попытки для второго ключа и двух оставшихся дверей. И всего одна попытка для последнего ключа. Но если Маркусу очень повезет, ему может понадобиться всего три попытки. Мама Алисии попросила девочку кое-что купить. Она дала ей список покупок и свою банковскую карту. Но женщина знала, что ее дочь очень рассеяна. Поэтому она оставила Алисии небольшую записку на случай, если та забудет пин-код карты. Стоя у кассы, девочка поняла, что действительно забыла пин-код. Алисия достала записку из кармана и сразу вспомнила код. Сможете догадаться, каким был код, если на записке нарисованы муха, кошка, человек и змея? Пин-код был 6420. Алисии просто нужно было сосчитать количество ног у каждого существа. Модный ресторан в Лос-Анджелесе проводил рекламную акцию. Супружеская пара могла поужинать в этом ресторане за полцены в день своей годовщины. Чтобы избежать мошенничества, супругов просили подтвердить дату своей свадьбы. В четверг вечером в ресторан вошли муж с женой и заявили, что у них сегодня годовщина свадьбы. Но у них не было никаких доказательств. Сотрудники ресторана позвали менеджера. Когда менеджер попросил рассказать о дне их свадьбы, жена ответила, «О, это был чудесный воскресный день, щебетали птицы, цвели цветы». После почти десяти минут разглагольствований она сказала менеджеру, что сегодня их 28-я годовщина. «Как мило», — сказал менеджер, «однако вы не имеете права на скидку. Сегодня не ваша годовщина, вы лжете». Как менеджер узнал, что сегодня не их годовщина? Календарь повторяется каждые 28 лет. Таким образом, если они поженились в воскресенье 28 лет назад, то их годовщина тоже должна быть в воскресенье. Но сегодня четверг, а это значит, что они лгут. Джон позвонил в полицию и сообщил, что его друг Марк исчез. Он объяснил, что две недели назад предложил Марку пожить в его доме на пляже в Майами. Он хотел, чтобы его друг насладился летним теплом. Но когда Джон вернулся из двухнедельной командировки в Чили, он обнаружил, что Марк пропал. Полицейские выслушали рассказ Джона и поняли, что мужчина лжет. Но как? Если в Майами было лето, то в Чили была зима. И все равно Джон вернулся загорелым. Это значит, что он не был в Чили. Майя была в тренажерном зале, выполняла тренировку, которую подготовил для нее личный тренер. Она оказалась сложнее и дольше, чем ее обычные тренировки. Выдохшись, Майя вернулась в раздевалку и обнаружила, что ее дорогая сумка пропала. Она сразу же позвонила в полицию. Было трое подозреваемых. Тренер Майи рассказал, что готовил новую программу для своих клиентов. Эмма, другая посетительница спортзала, сказала, что бегала на дорожке в течение двух часов. Уборщик сказал, что он мыл бассейн. Кто взял сумку Майи? Это был ее тренер. Он знал, что Майе предстоит долгая тренировка, и она нескоро вернется в раздевалку. Аня получила письмо, в котором кто-то приглашал ее на свидание. Письмо было милым, но оно не было подписано, поэтому она не знала, кто его автор. Она думала на трех парней, с которыми вместе училась. Как вы думаете, кто пригласил Аню на свидание? Посмотрите на символ в конце письма. У этого парня точно такая же татуировка. Готов поспорить, что это письмо от него. Кто-то ограбил офис, и полиция прибыла для расследования. Из ящика пропали деньги, но следов взлома не было. Замок был цел, а все окна заперты. Осмотритесь и попытайтесь понять, как грабитель проник внутрь. Посмотрите на вентиляционную решетку. Она слегка приоткрыта. Грабитель должно быть воспользовался этим способом, чтобы попасть в офис и выбраться из него. Полицейский преследовал грабителя в городе. Внезапно грабитель зашел в больницу и исчез. Зайдя в здание, полицейский увидел трех сотрудников. Похоже, один из них тот самый грабитель, который переоделся и выдает себя за врача. Можете сказать, кто это? Это мужчина в центре. Посмотрите на его бейдж. На нем изображена женщина. Он надел первую попавшуюся одежду. Кто-то облил краской картину в музее средь бела дня, и полиция уже через час отправилась искать того, кто это сделал. Полицейские бродили по улицам своего маленького городка и нашли трех подозреваемых. Адам сказал, что был на работе и только что вернулся. Картер сказал, что красил свой забор. Блейк сказал, что гуляла с собакой и ничего не знала о случившемся. Кто виновен? Это Картер. У него на руках краска, что соответствует его истории с забором. Но забор у него красный, а краска на руках синяя, как и на испорченной картине в музее. Миссис Робертс, учительница математики, вернулась в класс из кабинета директора и сделала глоток кофе. Ей пришлось немедленно выплюнуть напиток, потому что вместо кофе внутри чашки были синие чернила. Можете сказать, кто из учеников ее разыграл? Вот этот парень. Смотрите, на его руке чернильные пятна. Миссис Тейлор работает в отборочной комиссии крупной организации, которая занимается устойчивым и экологичным развитием. Открыта вакансия исследователя, и она просматривает кандидатов. Но некоторые резюме поддельные. Их либо прислали недостаточно квалифицированные люди, либо сгенерировали роботы. Ее задача — отсеять настоящие заявки, и ей нужна ваша помощь. Давайте начнем с этого резюме. Что вы думаете, это настоящая заявка? Нет, не похоже. Эта девушка родилась в 2003 году, так что ей 19 лет. Она слишком молода, чтобы иметь докторскую степень. Должно быть, она лжет. Хорошо. Вот следующая заявка. Что вы скажете? Кажется, это очередная фальшивка. Посмотрите на дату рождения. В 1991 году не было 29 февраля. Похоже, эту заявку сгенерировал робот. Хорошо, тогда вот вам следующий кандидат. Ваш вердикт? Эта девушка выглядит убедительно. Я бы рекомендовал рассмотреть ее кандидатуру. А вот еще один кандидат. Что скажете? Мне кажется, с ним тоже все в порядке. Следующий — этот кандидат. Видите что-нибудь подозрительное? Ну, конечно. Посмотрите на фотографию. Это фото кошки. Люди не используют такие фотографии в резюме. Похоже, робот снова отличился. Итак, последний кандидат на рассмотрение. Да или нет? Тут говорится, что человек из Нарнии. Нарния — вымышленное место. Такой страны нет. Это резюме тоже поддельное. Женщина позвонила в полицию и сообщила, что ее ограбили. Она сказала, что была в туалете ресторана и поправляла макияж, когда кто-то напал на нее сзади. Она не видела нападавшего и не могла его описать. Полиция ей не поверила. Почему? Женщина поправляла макияж, поэтому наверняка смотрела в зеркало. Если бы кто-то попытался подойти к ней со спины, она бы точно увидела этого человека. Она выдумала всю историю. Осталось выяснить, зачем. Миссис Кук отправилась в отпуск со своими тремя дочерями Кайли, Руби и Эммой. Они были на пляже, когда Миссис Кук пришлось отойти, чтобы решить некоторые деловые вопросы. Девочки остались, но мать запретила им заходить в воду без ее присмотра. Они должны были читать или строить замки из песка. Когда Миссис Кук вернулась, она поняла, что одна из дочерей ее не послушалась. Какая именно? Это Кайли. Смотрите, у нее мокрые волосы. Они бы не намокли, если бы она не заходила в воду. В тихом районе произошло преступление. Кто-то украл у Миссис Паттерсон семена редких и красивых цветов, которые она привезла из-за границы. Полиция допросила соседей. Мистер Кларк сказал, «Я вообще не занимаюсь своим садом». Миссис Мур сказала, «Миссис Паттерсон показала мне эти семена и дала мне пару штук, но я бы никогда ничего не украла». Мистер Кэмпбелл сказал, «Я ничего не видел». Кто украл семена? Это был Мистер Кларк. Он сказал, что не ухаживает за своим садом, но его сад вовсе не выглядит заброшенным. В параллельной вселенной разрешено только веселиться и есть конфеты. Никто никогда не читает и не учится. Миссис Реллим вернулась домой после долгого и веселого дня в клубе и спросила своих дочерей, чем они занимались. Ханна сказала, что весь день смотрела телевизор. Элли сказала, что провела день в аквапарке. Ава сказала, что участвовала с друзьями в марафоне по поеданию конфет. Миссис Реллим поняла, что одна из ее дочерей солгала и на самом деле провела весь день за учебой. Кто это был? Это была Ханна. Смотрите, телевизор выключен из розетки, а в кровати с ней лежит книга. Она точно ее читала. В выходные Кира и ее друзья должны были отпраздновать день рождения одного друга онлайн. Но Кира не захотела и не пришла. В понедельник в школе она объяснила, что что-то случилось. И у нее весь день не было электричества и интернета, поэтому она провела весь день за компьютером и писала реферат. Друзья ей не поверили. Почему? Если бы не было электричества, она бы не смогла писать реферат на своем компьютере, потому что он не работает без электричества. Я продолжу проверять, насколько вы внимательны, и вот вам еще несколько заданий. Я покажу вам две квартиры, а вы определите, какая из них была ограблена. Готовы начать? Вот первая пара. Что скажете? В этой квартире разбито окно, так что очевидно ограбили именно ее. Отлично. Теперь следующая пара. Вот квартиры двух разных людей. Какая из них была ограблена? Погром в этой квартире не похож на обычный беспорядок. Ставлю на то, что здесь побывали грабители. Еще одна пара квартир. Сможете догадаться, в которую из них кто-то проник. На полу пятна грязи. Кто-то ходил здесь в уличных ботинках. Думаю, эту квартиру ограбили. Хорошо, продолжим рассматривать квартиры. Но теперь ваша задача сказать, кто там живет и какая у человека профессия. Начнем с простого. Что вы скажете об этой квартире? Картины, кисти. Эта квартира определенно принадлежит художнику. А что насчет этой квартиры? У вас есть догадки? Боксерская груша, боксерские перчатки, гантели и другие спортивные принадлежности. Я бы сказал, что тут живет боксер. Посмотрите внимательно. Ну, что вы думаете? Удобный стол, множество мониторов и клавиатур, микрофон, гарнитура, постеры, видеоигр. Наверняка это комната геймера или стримера. А как насчет этой красивой и чистой комнаты? Вы видите что-то, что может выдать профессию человека, который здесь живет? Здесь есть балетный станок, а в гардеробе несколько патчей. Это комната балерины. И еще несколько заданий. Я покажу вам изображение, а вы должны найти, что на них неправильно или странно. Вот первое, что вы скажете. На поверхности Луны стоят люди без скафандров. Еще одна картинка, связанная с космосом. Видите ошибку? Присмотритесь, это не Луна, это Сатурн. Что насчет этой картинки? Вы видите здесь что-то странное? Посмотрите на то, как этот парень ест банан. Кэсси выиграла поездку на роскошный курорт на Мальдивах. Она собирается туда на яхте вместе с тремя другими постояльцами отеля. Один из этих миллиардеров – самозванец. Сможете ли вы угадать кто? Этот парень крадет столовое серебро и кладет его в свою сумку. Если он действительно богат, зачем ему это нужно? Кстати, о самозванцах. Один из членов экипажа яхты тоже не настоящий. Сможете догадаться, о ком речь. Эта официантка прячет полицейский значок под цветочной гирляндой, так что, скорее всего, она работает под прикрытием. Кэсси, наконец, сходит на берег. Три носильщика предлагают отнести ее чемодан. Можете помочь ей сделать правильный выбор. Первый парень – беглый преступник. Видите плакат на пирсе? Второй парень – призрак. Он прозрачный. Поэтому Кэсси стоит выбрать третьего парня. Менеджер отеля предлагает Кэсси три варианта на выбор. Номер на восьмом этаже с великолепным видом на море. Роскошные апартаменты на втором этаже с видом на сад. Или отдельное бунгало на берегу. Что бы вы выбрали? Первого варианта не существует, потому что в отеле всего пять этажей. А в бунгало нет ни кондиционера, ни вентилятора. Поэтому Кэсси стоит выбирать второй вариант. На пляже Кэсси встречает тройняшек – Сиену, Джему и Эму. Эма одалживает у Кэсси двадцать долларов. На следующее утро Кэсси встречает одну из тройняшек в холле отеля. Но они настолько похожи, что Кэсси не может их различить. Мы точно знаем, что Сиена всегда говорит правду, а Джема и Эма всегда лгут. Какой вопрос из двух слов должна задать Кэсси, чтобы вернуть свои двадцать долларов? Правильный вопрос. Ты Джема? Сиена, которая говорит только правду, ответит «нет». Джема, которая всегда лжет, также ответит «нет». А Эма ответит «да», потому что она лгунья. Поэтому если ответ будет «да», Кэсси сможет потребовать свои деньги. А если ответ будет «нет», Кэсси попросит Сиену или Джему напомнить Эме о долге. После завтрака Кэсси отправляется нырять. Под водой она видит много одинаковых рыб-клоунов. Но одна из рыб отличается. Вы сможете найти ее. Вот она! Кэсси находит под водой сундук с сокровищами, но он заперт. Сможете помочь ей открыть кодовый замок? На сундуке с сокровищами нарисованы три черепахи. У каждой черепахи на панцире есть определенное количество колец. Это подсказка. Если посчитать кольца, то получится код 845. Кэсси открывает сундук с сокровищами и находит жемчужное ожерелье. Она отправляется на местный ювелирный рынок в надежде продать его. Джон говорит «это украшение не такое уж ценное, но я могу предложить вам 50 долларов за одну жемчужину». Но говорит «мусор, этот жемчуг подделка, 5 долларов, я не буду торговаться». А Мия говорит «мадам, мы можем продать его на аукционе. Богачи заплатят сотни долларов за это ожерелье. Я могу быть вашим агентом и брать 15% от выручки. Что скажете?» Один из этих людей мошенник. Можете догадаться, кто? Но носит чужой бейдж. Он явно мошенник. Кэсси хочет купить новый купальник. Она заходит в примерочную и видит эти три пары ног. Сможете определить, у какой из женщин мало денег. У всех трех женщин относительно новые сандалии. Но давайте посмотрим на их ногти. У первой женщины отличный свежий педикюр. У второй нет лака на ногтях. Но, возможно, она просто предпочитает выглядеть естественно. А у третьей дамы ногти с облупившимся лаком. Похоже, у нее мало денег. В холле отеля Кэсси встречает двух своих соседей. Тину и Джеффа. Кто-то из них оборотень. Сможете угадать, кто? Просто взглянув на эту картинку. Тина оборотень. На ее ноге кандалы. Кэсси отправляется на пляж, чтобы позагорать. На одном из шезлонгов сидит вампир. Сможете его заметить. Эта кучка пепла когда-то была вампиром. На пляже проходит свадебная церемония. К сожалению, после ужина все мужчины на вечеринке превратились в зомби. Можете догадаться, кто из этих зомби молодой муж. Этот парень. На нем кольцо. Вечером Кэсси приезжает в заброшенную деревню с привидениями, чтобы снять видео для своего влога. Она сразу же замечает пять странных вещей. А вы их видите? У орхидеи есть зубы. И кто оставил огромные следы когтей на стене этого дома? Сейчас лето, но в саду снеговик. На небе две луны. А у этой коровы нет тени. Кэсси возвращается в гостиницу и видит жуткий беспорядок. Кто-то рылся в ее вещах. Она допрашивает трех подозреваемых. Горничная говорит. Я сегодня убирала ваш номер. Вся ваша одежда и личные вещи были аккуратно сложены в шкафу. Уходя, я заперла дверь. Сантехник говорит. Я тоже заходил в ваш номер днем, чтобы прочистить туалет. К счастью, теперь все в порядке. А сосед Кэсси говорит. Я слушал музыку в наушниках, поэтому не заметил ничего странного. Кто лжет? Это сантехник. Он сказал, что прочистил унитаз, но тот все еще засорен. Одному из гостей отеля Питеру нравится Кэсси. Он хочет произвести на нее впечатление и показывает несколько фотографий своего блога о путешествиях. Но Кэсси сразу же замечает подделку. Как? Посмотрите на направление ветра на этой фотографии. На заднем плане ветер дует в одну сторону, а волосы парня развиваются в другую. Потому что это фотомонтаж. Кто-то разбил самую дорогую статую в холле отеля. Менеджер опрашивает четырех подозреваемых среди постояльцев, чтобы выяснить, кто виноват. Мелани говорит. Я не увлекаюсь искусством, я даже не замечала эту статую. Стивен говорит. Извините, я весь день прыгал с парашютом. Зак говорит. Не волнуйтесь, эта скульптура была ужасной. Я арт-дилер и могу найти вам новую. А Софи говорит. Я отдыхала в спа, поэтому ничего не видела. Можете определить, кто виновен. Мелани. Она потеряла сережку на месте преступления. Кэсси получает приглашение от трех постояльцев отеля. Дэйв показывает ей фотографию роскошной виллы и говорит. Я миллиардер, ты можешь приехать на мою виллу и оставаться там столько, сколько захочешь. Белла вручает ей два билета в оперу и говорит. Мы можем пойти вместе завтра вечером. А Рикардо просто показывает ей ключи от своей яхты и предлагает устроить кругосветное путешествие. Но только одно из этих предложений серьезное. Сможете помочь Кэсси сделать правильный выбор. На вилле висит табличка «Продается», поэтому предложение Дэйва не выглядит убедительным. Внимательно посмотрите на дату на билете в оперу. Это было 200 лет назад. Так что Кэсси стоит поверить Рикардо. Кэсси идет на ужин в ресторан отеля. Посреди шведского стола прячется бабочка. Сможете ли вы ее найти? Вот она! Дженни и Бен собрались пожениться. Они решили забронировать отель для свадебной церемонии и вечеринки. Поэтому они отправились к организатору свадеб, чтобы посмотреть несколько вариантов. Та сказала им, что на нужный день есть только три отеля и показала фотографии. Какой отель стоит выбрать жениху и невесте? Внимательно посмотрите на окна верхнего этажа в первом отеле. В самом правом окне есть жуткая тень монстра, которая то появляется, то исчезает. Несмотря на пять звезд, никто не захочет праздновать свадьбу вместе с привидениями, если только он не член семейки Адамс. У третьего отеля всего две звезды и вряд ли он подходит для проведения свадьбы. Лучше выбрать второй отель. Отличный выбор, сказала организатор свадеб. И вам повезло, потому что у них действует специальная акция. Если вы разгадаете загадку, вам не придется платить за аренду бального зала. Вот эта загадка. Те, кто их делает, молчат о них. Те, кто их принимает, не знают о них. А те, кто о них знает, их не хотят. Что это? Знаете ли вы ответ? Это фальшивые деньги. На следующий день Бен и Дженни отправились в отель, чтобы выбрать лучший бальный зал для своей вечеринки. Менеджер отеля провел их в три разных зала, где можно провести все. От самой церемонии до ужина и танцев. Какой из них лучше выбрать? Видите мышинную норку в углу первого бального зала? Пара не хотела бы видеть на вечеринке незваных гостей. Во втором бальном зале люстра выглядит так, будто может упасть в любую минуту. Не самый безопасный вариант. Ребятам стоит выбрать третий зал. Пришло время выбрать свадебное меню. Поскольку Бен и Дженни не платили за место проведения свадьбы, они решили не экономить на угощении, чтобы банкет был незабываемым. Они позвали трех поваров со звездами Мишлен. Каждый из них приготовил свое фирменное блюдо для дегустации. Кого из шеф-поваров и какое блюдо должны выбрать жених и невеста? Блюдо, которое приготовил второй повар, выглядит прекрасно. Но вы видите крысиный хвост, свисающий с его поварского колпака? Наверное, на его кухне происходит то же, что и в мультфильме Рататуй. Третье блюдо похоже на спагетти. Но посмотрите еще раз. На самом деле это очень тонкие змеи. Слишком уж экзотично. Лучше выбрать классический бургер, который приготовил первый шеф-повар. Перед тем, как пойти к алтарю, Дженни еще предстоит выбрать наряд. Она отправилась в магазин от кутюр, чтобы посмотреть коллекцию свадебных платьев. Она объяснила дизайнеру, платье какого фасона она хотела бы видеть на своей церемонии. Дизайнер сказал, что у него есть идеальное платье. И что он принесет его, если девушка разгадает загадку. Если на сушку одного платья уходит час, то сколько часов потребуется на сушку шести платьев? На это тоже уйдет один час, потому что все платья будут сохнуть одновременно. Бену осталось приобрести последний предмет в списке свадебных покупок. И это было то, что скрепляет двух людей, но касается только одного. Сможете понять, что это такое? Это, конечно же, обручальное кольцо. Бен отправился в ювелирный магазин, чтобы купить что-нибудь голубое для своей невесты. Владелец магазина показал ему три обручальных кольца с голубыми драгоценными камнями. Какой из них должен купить жених? На втором кольце внутри есть гравировка. Так что раньше оно принадлежало кому-то другому. Драгоценный камень в третьем кольце треснул. На самом деле это стекло или даже пластмасса. Итак, Бен должен купить первое кольцо сапфиром. Бен и Дженни собрались разослать приглашение. Одна типография предложила им три разных варианта приглашений. Какой из них выбрать? Помните название отеля, который они забронировали? Он называется «Симфония». Но в первом приглашении написано «Сюита». Этот вариант не подойдет. А на третьем приглашении напечатаны имена Бенни и Джен. Это не наша пара. Значит, нужно выбрать второе приглашение. Перед свадьбой наших героев навестили трое друзей. Один из них в качестве свадебного подарка написал картину. Но каждый из троицы утверждал, что художник — это он. Двое, конечно же, врали. Можете выяснить, кто на самом деле написал картину? Посмотрите на подпись на картине. Там написано «Дэнни». Теперь посмотрите на ожерелье третьего друга. На нем есть буква «Д». Значит, это Дэнни — художник, который написал картину. Наконец, настал день свадьбы. И гости Бена и Дженни начали прибывать. Охрана отеля заметила трех подозрительных людей, которые могли быть незваными гостями. Взгляните на этих трех парней и попробуйте догадаться, кому из них не место на свадьбе. Видите браслеты с надписью «Бен и Дженни», которые носят второй и третий парни? Это может означать только то, что они действительно приглашены. А первого парня никто не ждет. Извини, чувак, сегодня никаких бесплатных напитков. После обмена клятвами наступило время вечеринки. Когда Бен и Дженни танцевали, кто-то пролил напиток на платье Дженни. Но никто не видел, кто это был. Дженни заметила трех человек, которые могли это сделать. Взгляните на них. Можете сказать, кто испортил ее платье? У первого парня на рубашке есть пятна, похожие на следы пролитого напитка. Но на самом деле это часть узора. Значит, это не он. Третья дама выглядит опрятно. А у второй испачкан подол платье. Должно быть, она облилась сама и облила Дженни. Когда церемония закончилась, Бен и Дженни сделали фотографию, чтобы навсегда запечатлеть этот момент. Но на фото попало кое-что странное. Вы это видите? Посмотрите на женщину, которая прячется за деревьями и наблюдает за молодоженами. На ней шляпа ведьмы. Но это свадебная церемония, а не костюмированная вечеринка. Жутковато. И тут Дженни внезапно исчезла. Затем ведьма появилась перед Беном и сказала, «Ты сможешь поцеловать невесту, только если выяснишь, на ком ты на самом деле женился». Ха-ха-ха-ха-ха. Затем перед Беном появились две Дженни. Сможете сказать, кто из них его настоящая жена? Помните свадебную фотографию? Дженни слева настоящая, потому что ее татуировка находится на той же стороне, что и на фото. Теперь, когда свадьба Бена и Дженни закончилась, пришло время выбрать место для проведения медового месяца. Наши герои отправились в туристическое агентство, чтобы заказать тур. Турагент предложил им три варианта. Ибица, Каны и Карибские острова. Куда им лучше поехать? Вы заметили прогноз погоды по телевизору в офисе? В нем говорится, что на Ибице в ближайшие дни будет ветреная погода, а в Канах будет дождливо. Так что им стоит выбрать Карибы и наслаждаться солнцем. Турагент сказала, что может бесплатно повысить класс их авиабилетов до бизнес-класса. Это будет ее свадебный подарок. Но ребята должны были разгадать загадку. Что может объехать весь мир, оставаясь в углу? Это почтовая марка. Вы идете по улице. На столбе висит предупреждение о том, что люди-ящерицы нападают на жителей города. Вы вспоминаете, как расследовали это дело, но так и не смогли найти рептилий. Теперь вам нужно посетить парк. Уже несколько дней людей там пугает большой оборотень. Вы знаете, что у оборотня есть жена. И она единственный человек, который может успокоить монстра и помочь ему вернуться в человеческий облик. Вы нашли трех девушек. Каждая из них может быть женой оборотня, которого вы ищете. Вы просите жену подойти к нему, но ни одна из девушек не признает, что она так, кто вам нужен. Поэтому вам придется самому сделать выбор. Видите шерсть на одежде этой девушки? Это шерсть волка. Значит, она жена. Она подходит к чудовищу, обнимает его и оборотень превращается в человека. Вы идете обратно к машине и слышите крики, доносящиеся из воды. Женщина зовет на помощь. Вы прыгаете в реку и плывете к тонущей женщине. Но когда вы подплываете к ней, то вы видите трех женщин. Все они кричат, но только одна из них настоящий человек нуждается в помощи. Остальные русалки, которые хотят заманить вас в свое царство. Как узнать, кто из них человек? Нырните и проверьте, у кого нет рыбьего хвоста. Эмили выиграла в лотерею. И теперь она может выбрать свой приз. Есть три варианта. Совершенно новой Феррари, сумочка Гучи и туфли Джи Мичу. Посмотрите внимательно и скажите, какой приз она должна выбрать. Эмили стоит выбрать сумочку. Логотипы Феррари и Джи Мичу неправильные. А значит, машина и туфли — это подделки. Три лучших друга наконец-то встретились в кафе, чтобы обсудить кое-какие дела. Вэл заказывает большой пирог с фруктами. Саймон просит стакан газировки. А Лео достает из сумки энергетический батончик и начинает его есть. Официант приносит торт и газировку и уходит. Саймон пьет из своего стакана, но Вэл не притрагивается к торту. Почему? На нем лежат ломтики помидоров и огурцов. Вэл заказывал фруктовый пирог. Археолог пробирается сквозь густые джунгли неизвестного острова. Он ищет ценное сокровище — древний кубок возрастом 2000 лет. Такой артефакт можно продать за миллионы долларов. Археолог выходит к небольшому озеру с водопадом. Он ныряет под воду и замечает две пещеры. В одной из них находится кубок. В какую из них должен направиться археолог? Думайте быстрее! У него заканчивается воздух! Ему нужно выбрать левую пещеру. Оттуда всплывают пузырьки воздуха, а значит, не вся пещера заполнена водой. Трое парней сидят на тротуаре. Все они в грязной одежде и выглядят уставшими. Каждый из них надеется получить немного денег от проходящих мимо людей. Но никто им не помогает, так как один из этих бездомных только притворяется бедным. Прохожие видят это и не хотят помогать никому из них. Как вы думаете, кто из них притворяется? Посмотрите на лысого парня. На его запястье можно заметить умные часы. Саманта уже несколько часов бродит по пустыне. Песок настолько горячий, что она не может до него дотронуться. Саманта замечает далеко впереди палатку. Это точно не мираж. Девушка ускоряет шаг и доходит до места. Внутри она находит бутылку воды, два яйца и сковородку. Саманта утоляет жажду. Теперь она чувствует голод. Но есть сырые яйца в пустыне опасно. Можно получить пищевое отравление. Саманта решает пожарить яйца. Она бродит по пустыне, пытаясь найти дрова, но не видит ничего, кроме бесконечных дюн. Как же Саманте приготовить яичницу? Она может поставить сковороду на песок. Он горячий. Солнце добавит жару, и яичница быстро приготовится. Приняв душ, Альберт понимает, что потерял обручальное кольцо. Похоже, оно упало в канализацию. О нет, скоро домой вернется его жена, и она обязательно заметит пропажу. Жена входит в квартиру. Она смотрит на мужа, просит его повернуться и вытаскивает кольцо из его волос. Оно попало туда, когда он мыл голову. Но как жена узнала, что кольцо там? Альберт стоял лицом к ней. За Альбертом висит зеркало. Жена заметила кольцо в отражении. Два влиятельных кинопродюсера завтракают в дорогом ресторане. Они обсуждают сюжет продолжения очень успешного фильма, который собрал в прокате 500 миллионов долларов. Они говорят очень тихо, поскольку упоминают важные детали сценария. Они подозревают, что кто-то может их подслушать. Продюсеры правы. Некоторые любопытные люди действительно подслушивают их разговор. Сможете ли вы их найти? За соседним столиком парень держит журнал вверх ногами. Очевидно, он его не читает. Наверное, он слушает продюсеров. А вон та девушка – журналист. У нее из рюкзака торчит объектив камеры. Вы видите? Она выложит видео, и фанаты смогут читать по губам продюсеров. Этот мужчина ест салат, но в его длинных волосах спрятан микрофон. Три человека стоят в очереди перед тележкой с мороженым. Первый парень берет у продавца рожок. Парень позади него нервничает. Его руки в карманах. Третий парень смотрит на что-то в бинокль. Кто из них полицейский? Посмотрите на первого парня. У него в кармане полицейская рация. «Где мои деньги?» – кричит владелец закусочной. До конца рабочего дня осталось 30 минут, но денег в кассе нет. Сегодня работали три человека, и они клянутся, что не трогали деньги. Они говорят, что в закусочной не было клиентов. Босс им не верит. Он изучает сотрудников, пытаясь понять, кто из них вор. На Линде солнцезащитные очки, джинсы и стильная футболка. У нее также есть дорогой телефон. Майкл одет в дорогую дизайнерскую одежду. Сара одета в обычный пиджак и длинную юбку. Как вы думаете, кто украл деньги? Они все говорят правду. Посмотрите на табличку на двери. Там написано «Открыто». Это означает, что люди, проходящие мимо закусочной, видят табличку «Закрыто». Работники забыли ее перевернуть, поэтому и не было клиентов. Звездное небо. Свежий прохладный воздух. Бесконечные дюны, небольшой костер и палатка. Это место просто сказка. Сара всегда мечтала провести ночь в пустыне. Она фотографирует звезды, пьет горячий чай из термоса и наслаждается жизнью. Это идеальная ночь. Слишком идеальная. Улыбка исчезает с лица Сары. На самом деле она не в пустыне. Два признака указывают на то, что Сара сейчас спит. Что это за признаки? В небе светят две луны. Морской краб в песке смотрит на Сару. Но в пустынях обычно живут скорпионы, а не морские крабы. Мэри открывает глаза и понимает, что находится в незнакомом месте. В комнате много мусора. На потолке мигает красная лампа. Похоже, что-то случилось. Мэри может уйти через дверь. Она открыта. Но подождите. Ей нужно взять из комнаты кое-что полезное. Но что? Она может выбрать только два предмета. Какие? Мэри нужно взять снаряжение для подводного плавания и маску. Посмотрите на это окошко. Мимо проплывают рыбы. Мэри находится под водой. Миллеры и Джонсоны летят в отпуск. Сможете сказать, в какой семье есть дочь? Внимательно посмотрите на их чемоданы. У Миллеров два чемодана, а у Джонсонов три. Лишний чемодан принадлежит их дочери, которая, вероятно, только что отошла. Давайте перенесемся в Норвегию. После рождественских каникул две сестры-близняшки Алисия и Ада приехали навестить свою мать. У одной из сестер есть парень из Таиланда. И на каникулах она ездила к нему. Можете сказать, о какой из сестер речь? Норвегия — северная страна. И сейчас зима. В отличие от своей сестры, Ада загорелая. Возможно, дело в том, что она провела каникулы в теплой стране. Например, в Таиланде у своего парня. Скорее всего, так и есть. Нелли приближается к живописному полю. У нее с собой есть то, что тщательно упаковано. И если вовремя не открыть это что-то, Нелли не выживет. Можете догадаться, о чем речь. Нелли прыгает с парашютом и должна вовремя его открыть. После благополучного приземления Нелли решает прогуляться по полю подсолнухов. Поможете ей заметить здесь три странные вещи. Соломенное пугало подмигивает. У этого подсолнуха есть зубы. А в небе два солнца. Нелли зашла слишком далеко и заблудилась в лесу. Она бродит по лесу некоторое время и встречает четырех парней, сидящих на одном большом дереве. Поможете ей расставить их в порядке глупости. Четвертый человек пилит ветку, на которой сидит. Значит, он самый глупый. Первый человек сидит на ветке, которую скоро спилит второй. Значит, человек номер один второй по глупости. Человек номер два не видит, что тоже скоро упадет. Поэтому он третий. И, наконец, парень номер три. Он плохой человек, но точно не глупый. Нелли идет дальше. И находит шоссе. Три человека предлагают подвезти ее до ближайшего города. Поможете Нелли сделать самый безопасный выбор? Взгляните на машину этого парня. У нее спущены шины. А еще из машины вылилось лужа масла. Вероятно, это не самый безопасный выбор. Эта прекрасная леди и ее автомобиль полупрозрачны, потому что они призраки. А вот дальнобойщик выглядит надежным. Нелли заходит в кофейниум и знакомится с двумя дамами. Обе дамы говорят ей, что они дочери известного миллиардера. Можете догадаться, кто из них лжет? Женщина справа лгунья. Логотип на ее одежде поддельный. Следовательно, она не богатая. У Нелли нет с собой денег, чтобы купить еду. Менеджер кафе предлагает Нелли бесплатный обед. Но сначала девушка должна разгадать хитрую загадку. Нелли соглашается. Вот это загадка. По мне ходили, но мало. Я не остаюсь надолго ни полной, ни молодой. У меня есть темная сторона. Кто я? Сможете помочь Нелли выиграть бесплатную еду? Правильный ответ – луна. Нелли ест и рассматривает фотографии, висящие на стене. Вдруг она видит что-то странное. А вы можете заметить какие-нибудь странные детали? На обеих фотографиях изображен один и тот же молодой парень. Но эти снимки разделяет больше ста лет. Нелли заходит в цветочный магазин и видит, как хозяин ставит букеты в большие вазы. Если он поставит один букет в каждую вазу, то в итоге у него будет один лишний букет. А если он поставит в каждую вазу два букета, то в итоге у него будет одна лишняя ваза. Сколько у него ваз и букетов? У него три вазы и четыре букета. Владелец цветочного магазина предлагает Нелли работу. Он только что получил товары. Есть три коробки с надписями красные розы, белые розы и красные и белые розы. Все коробки маркированы неправильно. Нелли должна достать цветок из одной любой коробки, а затем правильно наклеить этикетки. Сможете помочь ей справиться с этой задачей? Нелли должна взять цветок из коробки с надписью красные и белые розы. Поскольку все коробки обозначены неверно, в этой коробке должны быть либо только красные розы, либо только белые. Предположим, что Нелли достает красную розу. Теперь она может правильно обозначить эту коробку. Мы знаем, что в белой коробке не может быть белых роз, поэтому Нелли может правильно обозначить оставшиеся две коробки. Заработав немного денег, Нелли решает забронировать номер в местном отеле, чтобы отдохнуть. Менеджер предлагает ей выбрать один из трех свободных номеров. Можете помочь Нелли выбрать лучший вариант. В первом номере в оконном стекле есть трещины, это небезопасно. А в третьем номере под кроватью прячутся зомби, поэтому Нелли стоит выбрать второй номер. Нелли запирается в номере. Она открывает окно, чтобы подышать свежим воздухом. Вдруг она выбрасывает что-то из окна. Очень скоро после этого Нелли теряет сознание. Это загадка, потому что она совершенно здорова и никто ничего с ней не делал, ведь дверь заперта. Можете найти объяснение тому, что здесь произошло? Нелли решила выбросить из окна бумеранг. Бумеранг пролетел на максимальное расстояние и вернулся прямо ей в голову. Через некоторое время Нелли приходит в себя с головной болью. Она идет в магазин, чтобы купить аспирин. Она замечает три странные вещи в этом месте. А вы можете их заметить? На полке вместе с салфетками и туалетной бумагой лежит кукуруза. В объявлении предлагается скидка 800% это слишком хорошо, чтобы быть правдой. И наконец продавец сносит две пары очков. Вдруг владелец магазина начинает кричать «Кто-то украл мои деньги!» Он запирает покупателей внутри магазина и вызывает полицию. Полицейские приезжают и допрашивают четырех подозреваемых. Майя говорит «Я пришла сюда, чтобы купить воды перед занятием йогой в 12 часов, и за вас я опоздала на 20 минут». Боб говорит «Кому вообще нужны наличные? В наше время все пользуются карточками». Лили говорит «Владелец магазина плохой человек. Он это заслужил». Анелли отвечает «Извините, я выбирала товар и не видела ничего подозрительного». Услышав это, полицейские арестовали одного человека. Можете угадать кого? Майю «Посмотрите на часы на стене. Сейчас только 10 утра. Она не опоздала, следовательно, она нелли идет по улице. Она видит гаражную распродажу, которую организовала миссис Грин. Цена любого товара составляет всего 1 доллар. Эмми покупает старое платье, Фил забирает красивую антикварную вазу, а Вивьен покупает потертый старинный чемодан. Нелли подходит к миссис Грин и говорит «Мэм, вы только что продали дорогую вещь за бесценок». Что она имеет ввиду? Можете догадаться? Вивьен легко поднимает этот чемодан, так что он, скорее всего, пустой. И, кроме того, у него есть дырки в дне, поэтому он не может быть ценным. Эта ваза не антикварная, на ней наклейка из магазина, где все стоит 1 доллар. Хотя это платье старое и рваное, к нему прикол это большая дорогая брошь. Драгоценные камни в ней явно стоят дороже 1 доллара. Нелли просит у миссис Грин разрешения воспользоваться ее туалетом. Миссис Грин отвечает «Конечно, он в конце коридора». Нелли идет по коридору и путает двери. Нелли оказывается на грязной кухне. Дверь не открывается. Можете помочь Нелли найти ключ? Он в чайнике. Миссис Грин ведьма она приводит Нелли в свой пыльный подвал и говорит «Одна из этих трех дверей ведет волшебный мир, а две другие фальшивые. У тебя есть только одна попытка, чтобы выбрать правильную дверь. Удачи! Сможете ли вы помочь Нелли? Она должна выбрать третью дверь. Посмотрите на пол. Пыльные следы ведут только к третьей двери, а это значит, что двери 1 и 2 фальшивые. Нелли открывает третью дверь и попадает в заколдованный лес. Есть четыре способа пройти через него, но все пути довольно опасны. На первом ее поджидает голодный дракон. На втором пути полыхает сильный пожар. третий путь это по сути тоннель без окон, а четвертый кишит скорпионами и змеями. Сможете помочь Нелли выбрать правильный путь? Она должна выбрать третий путь. В тоннеле нет окон, но кто сказал, что из него нет выхода? Нелли проходит по тоннелю и оказывается в красивом замке. Охранник говорит, этот замок твой, если тебе удастся разгадать мою загадку. Я могу заполнить всю комнату, но совсем не занимаю место «Кто я?» Сможете помочь Нелли стать хозяйкой замка? Правильный ответ «Свет». Итак, полиция выяснила, что несколько преступников собрались покинуть страну на самолете. К сожалению, никто не знает, как они выглядят и сколько их на самом деле. Было задержано четверо подозрительных мужчин, и их багаж был тщательно осмотрен. Можете ли вы выяснить, кто из них невиновен? Зачем лысому человеку нужен шампунь, а якобы слепому фонарик? Зубная паста без зубной щетки? Кажется, только человек слева не преступник. Энн пригласила своих друзей отдохнуть неделю в ее доме. Молодые люди отлично проводили время. За день до отъезда началась страшная буря, и пошел проливной дождь. Сильный ветер поломал деревья, разрушил линии электропередач. Повсюду начались перебои с электричеством. На следующее утро погода улучшилась, но Эн обнаружила, что ее любимое кольцо с бриллиантом, которое много лет назад ей оставила бабушка, пропало. Она пригласила всех своих друзей в гостиную. «Я не могу найти одну вещь, которая очень важна для меня. Не могли бы вы рассказать мне, что вы делали вчера?» Меган ответила, что большую часть дня провела в своей комнате и читала. Уолтер сказал, «Я репетировал на электрогитаре в гараже». Мари заявила, что даже не знает, как выглядит это кольцо. Эн сразу же поняла, кто из них вор. А вы сможете это понять? Электричества не было, а значит, Уолтер никак не мог играть на электрогитаре. И Эн ничего не говорила о том, что пропавшая важная вещь – это кольцо. Тогда откуда Мария это знает? Уолтер и Мари украли кольцо вместе. Менеджер ювелирного магазина вызвал полицию. «Помогите!» кричал он. «Мой магазин ограбили». Когда прибыли полицейские, они сначала никого не увидели, но затем они услышали, как кто-то стучит в дверь. Сначала они не заметили эту дверь, потому что она была спрятана в углу. Открыв ее, они увидели мужчину. Это был управляющий. «Меня кто-то здесь запер. Наверное, это кто-то из продавцов». Полицейские попросили мужчину позвонить своим сотрудникам, они собирались их допросить. «Секундочку, я не могу найти свой телефон. А, вот же он!» Управляющий даже не успел набрать номер, как полицейские его арестовали. Почему? Если он был заперт в комнате, а телефон лежал на столе, как же он мог позвонить в полицию? Однажды зимним вечером по улице шел детектив полиции Томас Дэвис. Внезапно он увидел человека в черной маске, вылезающего из дома через окно с двумя большими сумками. Детектив понял, что это грабитель. Он побежал за незнакомцем, но тот, свернув за угол, исчез. Томас понял, что преступник спрятался в одном из этих домов, но вот в каком? Это не может быть дом слева, внутри слишком много людей, и на снегу нет следов, ведущих к дому справа. А это значит, что там уже довольно давно никого нет. Так что остается лишь дом посередине. Поздно вечером Натан незаметно выскользнул из дома, чтобы встретиться со своей девушкой. Подросток считал себя чрезвычайно осторожным и тихим, но вся его семья была в курсе его планов. Все знали, что парень вернется в полночь и решили заключить пари. Кто первым увидит Натана, когда тот начнет перелезать через забор, станет победителем. А это значит никакой работы по дому в течение недели. Чтобы не заснуть, отец Натана включил телевизор. Дедушка подростка устроился в гостиной, чтобы почитать книгу. Бабушка пошла на кухню готовить пиццу, а мама Натана пошла в свою комнату, села на пол и начала медитировать. Кто из них первым заметит Натана, когда придет время? Мама Натана. Ее глаза привыкнут к темноте и она будет видеть лучше, чем другие. Семья с двумя детьми подростками отправилась на отдых к морю. Они поселились в маленьком бунгало, почти на самом берегу. Сначала все шло замечательно. Но через два дня после их приезда пропал младший сын. Полиция нашла четверых подозреваемых. Они пригласили семью парня посмотреть на них. Может быть они кого-нибудь узнают? Матери подростка достаточно было одного взгляда, чтобы понять, кто стоит за исчезновением ее сына. Кто же это? на этом человеке бейсболка пропавшего мальчика. Карл, наследник огромного состояния, был найден без сознания во время шумной вечеринки. Его сестра Сара наткнулась на него в ванной. Парень лежал на полу едва живой. Сара немедленно вызвала скорую и полицию. Карла отвезли в больницу. Врачи спасли ему жизнь, но парень все еще был без сознания и не мог говорить. Когда полицейские допросили Сару, она сказала им, что ее брат плохо себя почувствовал и пошел в ванную, чтобы освежиться. Через некоторое время она услышала какой-то шум и пошла проверить, как он. Карл, должно быть, поскользнулся и ударился головой раковину. После того, как полицейские услышали эту историю, сестру тут же арестовали. Во-первых, это случилось во время шумной вечеринки. Как могла девушка услышать какой-то подозрительный шум? Карл также лежал слишком далеко от раковины, которая находилась на другой стороне ванной. Ну и сестра. Посмотрите на эту картину и попытайтесь понять, кто на ней гость из будущего. Вряд ли в каменном веке у кого-то мог быть фонарик. Все люди, работавшие в офисе, Джейнис, Брайан, Тереза, Шон и Рой, пользовались холодильником на кухне, чтобы хранить в нем свой обед. В пятницу Джейнис открыла холодильник, чтобы взять сэндвич с беконом и сыром, который принесла из дома. Но его там не оказалось. Кто-то съел ее обед. Кто же это был? Это был не Брайан. Возле его стола стоит мокрый зонтик. Он только что пришел. Тереза веган, и она не ест ни сыр, ни бекон. Рой сидит на диете. А такой бутерброд отнюдь нелегкая пища. Значит, сэндвич Джейнис украл Шон. Какой плохой мальчик. Когда Джо пришел на работу, он увидел, что его сейф открыт. Все деньги и важные документы пропали. Он немедленно позвонил своему другу, детективу Калуму. Когда он пришел, Джо сказал ему следующее. Я думаю, что это один из моих сотрудников. Видимо, кто-то взял мой ключ и открыл сейф. Калум расспросил трех человек, которые работают на Джо. Уэйн сказал, я даже не знаю, как выглядит этот сейф. И, конечно же, понятия не имею, каким ключом он открывается. Остин заявил, я помощник Джо. Да, у меня есть второй ключ от сейфа, кто из них лжет. Это Уэйн. Никто не говорил, что сейф открывается ключом, а не кодовым замком. Тогда откуда он это знает? В магазине дизайнерской одежды кто-то украл несколько дорогих футболок. Менеджер сказал охраннику, что у него есть полчаса, чтобы найти вора. Если не успеешь вовремя, тебя уволят. Охранник бросился смотреть записи с камер видеонаблюдения. К счастью, ему удалось выяснить, кто вор, прежде чем время истекло. А вы знаете, кто это был? Это мужчина в темно-синем свитере. Его живот чудесным образом стал больше после того, как он провел в магазине некоторое время. Скорее всего, он спрятал футболки под свитером. Посмотрите на эту картину и попытайтесь понять, что на ней не так. Отражение в зеркале неправильное. Терри Терри отправился в кругосветное путешествие, когда его яхта попала в страшный шторм. В какой-то момент он ударился головой о мачту и потерял сознание. Когда он пришел в себя, то оказался на пляже. Вокруг собрались недружелюбно выглядящие местные жители. Вскоре Терри понял, что они не очень-то любят незнакомцев. Они предложили молодому человеку три варианта. Отправить его в пещеру, полную тарантулов, бросить в яму, кишащую желтыми скорпионами, или отправить его к голодным львам. Что лучше всего выбрать Терри, чтобы выжить? Лучше всего выбрать тарантулов. Может, они и выглядят устрашающе, но для людей безвредны в основном. Капитан Джек был пиратом, который ограбил тысячи кораблей. И делал он это с помощью всего лишь одной маленькой хитрости. Это позволяло ему подойти к любому кораблю из любой страны достаточно близко, чтобы беспрепятственно на него попасть. Что это был за фокус? У капитана Джека была коллекция флагов разных стран. Вместо веселого Роджера грозного черного флага он поднимал флаг страны, к которой принадлежал корабль. Вот так просто. В какой ситуации больше шансов выжить? Если упасть с десятиэтажного здания? Или если наткнуться на несколько страшных змей, которые выглядят совсем недружелюбно? змеи 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 могут оказаться не ядовитыми, а тогда они не причинят никакого вреда. А вот если упасть с такой большой высоты, то уже ничто не спасет. В общем, берегите себя и держитесь подальше от любых неприятностей. Рэйчел вызвала полицию рано утром. Когда полицейские приехали, она рассказала им свою историю. Я работаю в музее. Вчера я взяла домой несколько древних книг. Хотела провести исследование, но электричество выключилось. Я зажгла пару свечей и продолжила работу. Вдруг я услышала звонок в дверь. Когда я открыла, кто-то в черной маске ударил меня по голове. Когда я пришла в себя, женщину заложенный вызов. Почему? Если бы электричество отключилось, дверной звонок бы не работал. После ограбления банка полиция нашла в парке сумку с деньгами. Она лежала среди кактусов. Полицейские арестовали трех подозреваемых. Вскоре они выяснили, кто был грабителем. А вы догадаетесь? Это мужчина слева. Только у него есть царапины. Наверное, он поцарапался о кактусы. Детектив Браун остановил мужчину, выходящего из магазина одежды. Продавец утверждает, что вы украли дорогие перчатки. Это мои перчатки, они у меня уже давно! Воскликнул мужчина. Но детектив сразу понял, что мужчина лжет. Как? Мужчина не смог бы использовать эти перчатки. Они предназначены для одной и той же руки. Семья с двумя подростками отправилась в отпуск на море и поселилась в небольшом бунгало почти на самом берегу. Сначала все было замечательно, но через два дня после приезда младший сын пропал. У полиции было четверо подозреваемых. Семью парня пригласили посмотреть на них. Может быть, они смогут кого-то узнать. Матери подростка хватило одного взгляда, чтобы понять, кто стоит за исчезновением ее сына. Кто это был? Этот человек в бейсболке пропавшего парня. Майкл возвращался домой из спортзала и вдруг все вокруг потемнело. Когда парень пришел в себя, он обнаружил, что находится в запертой комнате. Рядом с дверью стоял компьютер с клавиатурой. На экране была загадка. Майкл должен был набрать правильный ответ, чтобы дверь открылась. Загадка звучала так. Что делает из одного человека двух? Майкл набрал правильное слово и дверь действительно открылась. Он был свободен. Каков был ответ? Это зеркало. А вы о чем подумали? Детектив Томас Дэвис шел зимним вечером по улице Вдруг он увидел как из дома через окно вылезает человек в черной маске Он нес две большие сумки Детектив понял что это грабитель Он побежал за незнакомцем но тот свернул за угол и исчез Томас знал что преступник спрятался в одном из этих домов но в каком именно это не может быть дом слева в нем слишком много людей на снегу нет следов ведущих к дому справа значит там уже давно никого нет остается дом в центре на Оливера напали в его квартире после этого парень попал в больницу у полиции было четверо подозреваемых все они соседи Оливера Амелия сказала что гуляла в парке с раннего утра Генри объяснил что рисовал в своей студии и ничего не слышал Джейкоб сказал что ремонтировал машину София ответила что последние три часа принимала ванну посмотрите на руки этих людей и попытайтесь определить кто из них лжет немного странно что у Джейкоба который ремонтировал машину и Генри который рисовал такие чистые руки но они могли быть в перчатках в то же время руки и пальцы Софии не сморщены но это естественная реакция кожи после трех часов в ванне сколько кирпичей нужно чтобы достроить здание только один последний мужчина хотел купить поддержанный автомобиль он нашел хорошую машину которая стоила 9000 долларов он купил ее но не заплатил за нее ни цента как так вышло чтобы заплатить 9000 долларов центы не нужны теперь проверим ваши математические способности как можно написать 45 используя только цифру 4 вот так Нейт тайком выбрался из дома поздно вечером чтобы встретиться со своей девушкой подросток считал себя крайне осторожным и тихим но вся семья знала о его плане им было известно что парень вернется в полночь они решили заключить парень кто первым увидит Нейта когда парень начнет перелезать через забор сможет на неделю забыть о работе по дому чтобы не заснуть папа Нейта включил телевизор дедушка подростка расположился в гостиной и начал читать книгу а бабушка отправилась на кухню готовить пиццу а мама пошла в свою комнату села на пол и начала медитировать кто первым заметит Нейта когда придет время мама ее глаза привыкнут к темноте и она будет видеть лучше других генеральный директор крупной компании вызвал полицию он был уверен что одна из его сотрудниц Виктория украла карту памяти с секретной информацией она собиралась продать ее конкурентам полицейские приехали к дому Виктории но женщина не впустила их без ордера полицейским пришлось уйти чтобы получить все необходимые бумаги когда они вернулись Виктория уже сидела в своей машине готовая уехать полицейские арестовали женщину они обыскали ее машину и одежду но ничего не нашли и вот когда они уже собирались уйти один из детективов понял где Виктория хранила карту памяти сможете ли вы это выяснить когда полиция впервые пришла к ней женщина была с распущенными волосами но после этого Виктория изменила прическу карта памяти находится в ее пучке волос Мартин проезжал мимо автобусной остановки и увидел что там стоят три человека одним из них была Моника девушка в которую он влюблен Мартин также заметил Сэма своего друга и пожилую женщину которая явно замерзла к сожалению у Мартина двухместная машина да что же ему делать он должен позволить Сэму взять свою машину и остаться на автобусной остановке с девушкой которая ему нравится таким образом Сэм сможет подвезти пожилую женщину а у Мартина будет время чтобы получше узнать Монику во время пожара был ограблен банк охранник сказал полиции что хотел спасти сумку с деньгами но ему пришлось зашнуровать ботинок прямо перед аварийным выходом в этот момент дверь открылась и ударила его по голове когда он пришел в себя деньги пропали охранника арестовали но почему все аварийные двери открываются наружу детектив адамс пришел в парк чтобы пообедать на свежем воздухе его внимание привлекли трое мужчин бегающие вокруг фонтана каждый из них кричал вор держите вора детектив был в замешательстве кто же из них настоящий вор поэтому он продолжил наблюдать через некоторое время расстояние между мужчинами сократилось детектив адамс сразу понял кто был вором а вы сможете если бы вором был третий человек второму было бы достаточно повернуться чтобы поймать его тоже относится и ко второму человеку это означает что преступник тот кто бежит первым кто-то ограбил банк в большом городе полицейский детектив отправился навестить главного подозреваемого все это неделю я плохо себя чувствую я не выходил из квартиры три дня мне даже не нужна была еда мой холодильник полон можете убедиться сами сказал подозреваемый и действительно открыл свой холодильник но детектив догадался что мужчина лжет и арестовал его как он это понял хлеб на столе выглядит слишком свежим к тому же если бы мужчина сидел дома уже три дня его холодильник не был бы настолько полным до сих пор Продолжение следует...